Пока высокопоставленные лица из администрации нового президента США, да и он сам лично ведут интенсивные телефонные переговоры с Киевом, выражая ему самую твердую поддержку, а по сути подзуживая к новым провокациям и агрессивным действиям на Донбассе. В Соединенных Штатах все чаще и громче раздаются голоса тех, кто не испытывает ни малейшего восторга от безответственных действий Белого дома и Пентагона в этом кризисе. Право же, вашингтонским политикам стоило бы к ним прислушаться, прежде чем дальше продолжать курс чреватой военно-политической эскалации на востоке Украины. Американское общество, объятое множеством проблем, сегодня категорически не настроено на то, чтобы воевать, а армия вряд ли готова к боевым действиям с таким противником, как Россия. Сигналы относительно этого предельно отчетливы и игнорируя их власти США, могут совершить фатальный просчет. Не надо повторять ошибку Буша. Весьма авторитетное американское издание The National Intest накануне опубликовало крайне резкую статью старшего научного сотрудника по вопросам обороны и внешней политики Института Катона Теда Галена Карпентера. В ней открытым текстом говорится о том, что нынешние действия администрации США в отношении Украины – это не просто плохая идея, а верный путь к воистину гибельным последствиям. Как минимум, для самой незалежной. Автор публикации проводит прямые параллели между нынешними событиями и 2008 годом, когда, как он утверждает, именно катастрофическая политика Джорджа Буша заставила тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили поверить в то, что США и НАТО окажут его стране прямую военную поддержку в случае вооруженного столкновения с Россией, фактически подтолкнуло к развязыванию боевых действий. Поставки оружия на миллионы долларов, натаскивание грузинской армии, а главное, как пишет Карпентер, неистовое восхваление Бушам и прочими высокопоставленными лицами Вашингтона самого Саакашвили и его демократической революции создали у грузинского президента крайне опасную иллюзию того, что в случае чего США без колебаний вступят в войну на его стороне. Когда в результате головокружения от этих мнимых успехов Тбилиси принял решение о начале агрессии против Южной Осетии и нырлся на мощнейшую ответку со стороны Москвы, все эти фантазии очень быстро рухнули. Позвонивший ему из Вашингтона Буш в очередной раз заверил в полной приверженности США территориальной целостности Грузии, однако ни один бомбардировщик не получил команды на взлет и ни единый авианосец не вышел с базы. Автор статьи дает четкое определение причины, по которой войска НАТО остались в казармах. Ни одна страна альянса и в мыслях не имела идти на риск конфронтации с имеющей ядерные арсеналы России из-за какого-то территориального спора. Далее последовало поедание галстука перед телекамерой и, как пишет Карпентер, вынужденное принятие Саакашвили унизительного мира. Господин старший научный сотрудник при этом изрядно лукавит, забывая о том, что вообще-то в августе 2008 наши войска могли войти в Тбилиси и поставить галстукаидящего президента перед трибуналом за все, что по его приказу сотворили в том же Цхинвале. Впрочем, то, что мистер Карпентер симпатиком России не является, ясно хотя бы из определения, которое он в своем опусе дает Абхазии и Южной Осетии, сепаратистские регионы. С другой стороны, тем ценнее его дальнейшие выводы и предостережения. Схожесть того, что происходит сейчас на Украине и Донбассе с событиями 2008 года, он считает пугающе мрачной. Действия Запада, намеренным игнорированием неоднократных предупреждений Владимира Путина о том, что поддерживая Украину, там переходят красную черту относительно российской безопасности. И предостерегает, кажется, Байден собирается повторить. Далее Карпентер рисует два вероятных сценария дальнейшего развития ситуации. Как он считает, скорее всего, повторится август 2008, а Украина разделит судьбу тех стран, которые слепо понадеявшись на помощь США в критической ситуации, расплатились за них сокрушительным военным разгромом. По его мнению, Киеву предстоит испытать такое же унижение, как и Тбилиси. А американские лидеры снова покажут, чего стоят их воинственные заявления. Впрочем, по мнению автора The National Intest, это еще лучший вариант. Карпентер, пусть и с крайне малой долей вероятности, допускает, что администрация Байдена дойдет до попытки дать военный ответ России. Он называет подобные действия крайним безумием и пишет о том, что исполнение Соединенными Штатами своих обещаний Украине не может желать ни один вменяемый американец. До войны или сейчас. Кто-то может подумать, что приведенное выше выступление сугубо личное мнение некоего аналитика, не отражающее общих настроений в СМИ и в обществе. Никоим образом. Прежде всего, любое солидное средство массовой информации, где бы ни происходило дело, является выразителем мнения и позиции определенных лиц, групп и сил. Все, кто по сей день продолжают верить в иное, наивные идеалисты. Тот же The National Intest в самих США принято считать рупором высших эшелонов консерваторов. Впрочем, вот иной пример, уже в совершенно другом издании National Review появляется статья еще одного авторитетного эксперта, Лоуренса Корба. Опять-таки, старшего научного сотрудника, но на сей раз представляющего Центр американского прогресса. Этот автор прямо не касается событий на Украине, однако он берется утверждать, что вооруженные силы США не могут более заниматься распространением демократии в мире. В особенности, за счет американских налогоплательщиков, нуждающихся сейчас совсем в другом. В качестве примеров того, как вроде бы успешные военные операции, превратились в безнадежно проигранные компании, Корб приводит Афганистан и Ирак. Относительно последнего, он вообще чрезвычайно категоричен. По утверждению эксперта, боевые действия против него Вашингтон развязал под надуманным предлогом, а свелось все к захвату нефтяных ресурсов, которые сегодня дует, по мнению автора статьи, сомнительные ЧФК и некие влиятельные кланы. Конкретики и привязки к злобе дня относительно конфронтации на Донбассе в этом выступлении, конечно, намного меньше, зато разумного пацифизма, хоть отбавляй. Складывается впечатление, что достаточно серьезные силы в Соединенных Штатах, по той или иной причине, не желающие высказываться прямо, крайне не заинтересованы в очередной военной авантюре, в которую страна вот-вот может ввязаться. В данный момент Соединенные Штаты не то, что не хотят, не могут воевать. Утверждение, что для продолжения политики другими средствами требуются деньги, деньги и еще раз деньги, считалось аксиомой еще пару веков назад. Сегодня в США дела идут, мягко говоря, не лучшим образом. Нет, существуют широко оглашаемые тем же Байденом планы триллионных вложений в развитие инфраструктуры и чего-то там еще. Но существует и реальность. Вот буквально пару штрихов из нее. Согласно официальным данным американского Минтруда, количество заявок на получение пособия по безработице за неделю, завершившуюся 20 марта нынешнего года, рекордно выросло, перевалив за 120 тысяч. Всего, по состоянию на указанное выше время, на финансовую помощь от государства в связи с отсутствием работы в США претендовало более 3,8 миллионов человек. В свете этого вовсе не выглядят удивительными данные о том, что только с начала нынешней весны на улице в стране оказались четверть миллиона человек. Произошло это по банальнейшей для Соединенных Штатов причине, их выселили, поскольку они не внесли положенной арендной платы. Общая сумма квартирной задолженности по стране составила уже более 57 миллиардов долларов. При этом владельцы недвижимости, сдаваемой в наем, жалуются на то, что многим из них постояльцы не платят уже по году и более. В правительстве вполне всерьез опасаются, что в стране вот-вот начнут вспыхивать массовые стихийные бунты, участники которых потребуют не расового равноправия, а отмены арендной платы за жилье. Кое-где демонстрации и забастовки с такими призывами, а также под лозунгами увеличение федеральной коронавирусной помощи, с учетом еще и этой проблемы, уже проходит. И вот в такой ситуации начинать войну, которая будет пожирать десятки и сотни миллионов долларов ежедневно. Слишком похоже на политическое самоубийство, и сегодня Байдену об этом напоминают в самоубийствах, исключительно в свете боеготовности армии США на нынешний момент. Недавно Пентагон опубликовал шокирующие цифры. Число суицидов в рядах военнослужащих достигло в 2020 году рекордной отметки. Счеты с жизнью свели более 570 солдат и офицеров. И это, как оговариваются в ведомстве, лишь предварительные данные. В сравнении с 2019 годом, количество самоубийц в армии, на флоте, в Национальной гвардии США возросло на 13,5%. Наиболее подвержены этому злу действующие армейские части, относящиеся к сухопутным силам. Впрочем, как уже было сказано, свою страшную дань суицид собрал во всех родах и видах войск, причем количество его случаев возрастало от месяца к месяцу и от квартала к кварталу. Начальник штаба ВВС США, генерал Чарльз Браун, в качестве основной причины такого положения называет стресс, вызванный либо усиленный коронавирусом. Впрочем, неизвестно, насколько это соответствует действительности. Ведь его предшественник на этом посту, генерал Дэвид Голдфин, еще в 2019 году, до начала пандемии, утверждал, что самоубийство – это враг, убивающий больше американских военных, чем какой-либо другой противник. Идти в бой с личным составом, находящимся в таком вот морально-психологическом состоянии. Это воистину плохая идея, как говорят сами же американцы. Остается надеяться на то, что реальная власть в Соединенных Штатах – это не только, а пожалуй и не столько, лидер нации, сидящий в Белом доме. Судя по всему, у определенных кругов вашингтонского политикума есть реалистичное понимание сегодняшней ситуации и совершенно четкое нежелание переходить пресловутые красные линии. Хочется верить, что здравый смысл все-таки возобладает.